Всем привет! Снова коврик с черным лотосом, а значит добро пожаловать в клуб адептов кухонной магии. Сегодня, как я и обещал, будет очередной розыгрыш нашего конкурса «Удачный бустер», второй по счету. И вскрывать мы будем три бустерочка Каладеша, потому что в Каладеше есть Чандра, есть Мех и Гиганты, Синий и Зеленый. Есть замечательные дуальные земельки Фасланды, и есть шедевры. В общем, хочется мне открыть Чандру уже, в конце концов, хоть одну, и поэтому я все еще вскрываю каладешек. Сегодня у нас три бустерочка с Сахили, кстати говоря, Сахили тоже может быть интересно кому-то, мало ли кто-то решил поиграть с Сахили и Комбо. На исходе дня, так сказать. Одна Сахили пойдет в качестве призового бустера одному из участников, из тех, кто поставил комментарий под постом с анонсом этого конкурса, этого розыгрыша в группе ВКонтакте. И два бустерочка я заберу себе. Вот так вот. Вот этот бустерочек будет скрыт в качестве призового. Эти два я вскрою для себя. Давайте призовую сторонку отложим. И начнем открывать бустерочки. Я что-то уже сто лет ничего не открывал. Как-то меня немножко бытовуха заела. На турнирчики ходил, но, в общем, наверное, вы поняли по активности на канале, что немножко ничего не было недомаднее. И, тем не менее, надо же когда-то продолжать. Так, это уже анкоманы пошли. Что здесь у нас? Журавль. Махалюта дел. Дальновидная усилительница. И редкая карта. Первая в моем бустерочке. Бамаски посыльны. Не то, что мне хотелось бы. Может, здесь есть файлушка какая-то? Да, файлушка здесь есть. Здесь замечательная файловая гарушка. Не очень интересно, потому что земли здесь не полноформатные. Второй бустерочек. Оружение к энтузиасту. Гиропульский проводник. Молотовой искрушитель дверей. И редкая карта вторая в моем бустере во втором. Это Гелеон и Златно. Он даже иногда играет в красно-зеленый энерджи деке. Но на самом деле стоит копеечку практически. Файлушки здесь будет, не будет. Файлушки здесь нет. Ну, в общем, я бы сказал, что эти два бустерочка мимо, наверное. И давайте посмотрим, как повезет участнику нашего розыгрыша. Первый анкоман запрятанный тайник. Второй анкоман яростный отпор. Третий анкоман яростный трубач. И редкая карта Пангармоникан. Ну, может быть, кстати говоря, с Аманхетом этот артефакт их заиграет. Там достаточно много интересных ГТБ эффектов, которые могут, в принципе, скомбиться с Пангармониканом. Но, тем не менее, карточка тоже не очень дорогая. И что у нас с файлой здесь? С файлой у нас здесь ничего. Ну, что же. Сейчас я возьму планшетик. И мы посмотрим, кто из участников получит замечательный Пангармоникан. Ярмарочного трубача, яростный отпор и запрятанный тайник. Ну, и, может быть, стопку комоночков, если вдруг ему это будет интересно. Итак, восемь участников у нас сегодня поменьше, чем в прошлый раз. И сейчас рандом определит, кому из участников поедет Пангармоникан и компания. Седьмому участнику. Кто у нас седьмой участник? Участник под номером семь у нас Владимир Боровиков. Ну, что же, Владимир, Пангармоникан твой. Жалко, что ничего получше, конечно, в этот раз не вскрылось. Но, на самом деле, из тех трех рарок, которые вскрыли, Пангармоникан, наверное, самый интересный. Ни Гелеон, ни Бомацкий посыльный, на мой взгляд, до него не дотягиваю. Хотя, конечно, карточка недорогая, честно скажу. В прошлый раз, когда вскрыли черно-зеленую дуалочку в Эстланд, участнику-победителю прошлого конкурса повезло побольше. Ну, что же, на сегодня с конкурсом у нас, наверное, все. Следующий конкурс, я думаю, что через недельку я запущу. И, наверное, я сделаю его без репостов, просто по комментарию о том, что человек хочет участвовать в конкурсе. И небольшой анонсик. У меня есть свежие запечатанные коробочки, в которых я уже писал в группе ВКонтакте. Вот такая вот замечательная коробочка. Попробуйте угадать, что это такое. Я сам точно не уверен, но вроде как мне сказали, что это прелизный набор сета Пейтри Форджа, то есть «Перекованная судьба». То есть это 6 бустерочков и, может быть, какая-то промочка. Ну, там явно вот кубик, я слышу, длинкает. То есть такой привет, как вы можете видеть по наклеечке из ноября 2014 года. Не то чтобы, конечно, раритет, не то чтобы антикуриат, но, тем не менее, интересная коробочка. Вскроем и посмотрим, что там внутри. Там может оказаться Уджин, там могут оказаться фетчечки из Ханов. Они вроде как в Фейтри Форже тоже были. Там может оказаться замечательный файловый команочек, как он там, этот удильщик, да, который стоит, который играет в вечных форматах и стоит каких-то баснословных денег для команочка. И вторая коробочка, о которой я говорил, это запечатанный дисплейчик Каладеша. Пока что Аманхет еще не вышел в эфирном бунте. Как-то, честно говоря, кроме баллисты и смертельного толчка ничего, по-моему, интересного нету. Ну, может быть, сердце Кирана, но, честно говоря, мне кажется, сердце Кирана пойдет вниз достаточно быстро. Поэтому откроем Каладешик. Откроем Каладешик, посмотрим сокровища, если нам повезет, шедевры. И все такое. Надеюсь, что это будет не такое вскрытие, как было вот в розыгрыше. Надеюсь, что будет что-нибудь интереснее. Вот такой вот анонсик. Так что оставайтесь на связи. Я иногда пропадаю, естественно, жизнь у всех есть. Но обещаю, что я пока от канала не отказываюсь. И от магии не отказываюсь тоже. Так что оставайтесь на линии. На этом, наверное, на сегодня все. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк. Подписывайтесь на наш канал на YouTube. Вступайте в нашу группу ВКонтакте, чтобы иметь возможность поучаствовать в розыгрышах. Чтобы иметь возможность оставить свой фидбэк. Играйте в магию. Будьте клевны. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok